Добрый день, с вами Анна Ростиславовна. Хочу еще раз показать вам, как формируется, выращивается в штамбовой форме черноплодная рябина. Я немножко тянула здесь, хотела, чтобы хорошо вывзрели почки. Дело в том, что здесь уже есть прививка, но я хочу сделать еще одну. Штамб здесь, как видите, вот видно. Рябина обыкновенная во всей ее прелести. И здесь даже не одна, а две рябины. Я их специально так посадила рядом, чтобы иметь возможность как-то сплести, сделать что-то более оригинальное, чем просто обычное деревце. Хотя у меня их было всего две, вот так получилось просто обернуть одну вокруг другой. Можно, конечно, и более интересную форму. Если их больше вырастить, то есть по двое нужно больше вырастить, тогда можно сформировать еще какую-то более оригинальную форму. Ну, здесь, поскольку у меня вот была одна такая, а потом я к ней подсадила вторую. Я использую вот эту веточку. Вот одна у меня уже есть здесь. Это прививка прижившаяся, прошлогодняя. Вот она, видно, на каком уровне была. Но эту веточку я теперь могу использовать в качестве черенка, боковую веточку. Вот мы ее сейчас срежем. И я сделаю следующую прививку чуть выше. Здесь уровень вот этих кустов. Я хочу так, чтобы прививка немножко возвышалась, потому что вот эта прививка оказалась низковата для этого места. Хочу немножко сделать выше, чтобы она так возвышалась потом в будущем. Ну, и скажу отдельно, видно, вот тут есть веточки на подвое. Рябина обыкновенная, она он до самого низу обросла ветками. Конечно, это все нужно будет потом срезать. Но сделаем мы это уже весной, когда нужно будет, чтобы проснулась наша вот сегодняшняя прививка. Тогда все срежем. А сейчас эти лисья нужны, потому что растение готовится к зимовке, накапливает достаточно, чтобы было достаточно пластических веществ для перезимовки. И ни в коем случае не ослабить корневую систему. Листья, общая листовая поверхность, у растения все равно будут это такие листья или такие, но должно накопиться достаточно пластических веществ и для нормальной перезимовки, и для старта весеннего. Вот тогда, когда нужно будет стартануть и отрастать, листья еще молодые, не функциональные, а за счет чего они отрастают? За счет внутренних резервов. Вот эти резервы, они должны накопиться. Поэтому до самого последнего момента листья мы все оставляем. Для того, чтобы, ну, для собственного удобства, вот только то место, где мы будем делать прививку, вот там можно несколько листиков для себя любимого оторвать, просто чтобы нам ничего не мешало, вот, чтобы подход был к этому месту. Все остальное оставляем. Вот, ну и теперь вот у нас черенок я срезала. Черенок здесь есть уже сформированная верхушечная, такая хорошенькая почечка. Вот, поэтому можно взять вот этот верхушечный, она уже заложена, она уже вызревшая, вот эта верхушечная почка. Сейчас мы листики вот так, черешочки от листика выставляем, а сами листики убираем. И сделаем даже с двух сторон, на всякий случай, сделаем просто для страховки. Здесь между узлея короткие, вот они, поэтому я возьму, потому что в пальцах просто держать неудобно. я возьму, сделаю вот такой черенок из трех, второй черенок сделаю из трех почек. И теперь берем нож, берем нашу обвязку, сейчас я приготовлю, чтобы все было под рукой. Вот, ну и опять-таки здесь вот эта привитка, способ привитки, это самый считается такой простой, примитивный способ, косой зарез. То есть делаем вот такую просто, как отщепляем, даже с захватом, неважно, есть почка, ну вот здесь можно, она немножко мешает, почка подвоя. Я ее оттуда убрала. Теперь делаем вот такую, как бы не совсем ровный клинышек. Со стороны нижней почки вот такой получается клинышек. Ну вот я попринимаю все заусеницы, чтобы здесь ничего. И полоска коры. И теперь задача сопоставить вот эту полоску коры, подсунуть ее так, чтобы она, вот, вот она туда зашла и прилегает вот так. Сейчас мы ее прихватим, чтобы можно было второй черенок поставить, чтобы оно я потом не задела случайненько как-то. сейчас мы прихватим вот так его, чтобы оно держалось, никуда не делось у нас. прихватываем плотненько, потому что, ну, оно должно притянуться вместе с той полоской. я так еще, о, чтобы оно плотно держалось. И делаем такую петельку, и сюда в петельку, о, затянули. Все, это есть у нас прививочка. И с другой стороны можно сделать, сделаем, наверное, еще один листик, уберем. Вот, оно не так, не мешало нам. Вот, и сделаем еще одну с другой стороны. Ну, поскольку, опять-таки, междоузли очень маленькие, то я дам больше почек. Но, на самом деле, это только для моего удобства. Практически достаточно даже одной почки. Вот, но уж очень маленький черенок для запаса две. Вот, ну, здесь черенок небольшой. Больших черенков не делайте, потому что площадь испарения большая, а влага тратится какая-то, та, которая внутри самого черенка. Получается, влаги-то он потянуть не может. Вот, мы его вот так о, аккуратненько. И сейчас я его прибинтую. еще и сопротивляется. бинтуем тугенько, чтобы хорошо притянуть. Бинтуем тугенько, черенок, который с верхушечной почкой, он, его можно не замазывать ничем, он так и будет зимовать. Вот, а вот этот, который у нас получился с верхним срезом, нужно немножечко замазать верхушечку саму садовым варом, для того, чтобы влага, которая внутри самого черенка, через срез не испарялась. Здесь-то есть верхушечная почка, здесь как бы нет необходимости этого делать. Ну, а вот этот черенок я сейчас замажу. Буквально капля садового вара, и это будет препятствовать испарению влаги из середины самого, вот так вот, срезик сам. Не нужно мазать кругом где-то, это просто замазать срез, который открыт, чтобы немножко защитить от испарения влагу. Вот и все. И таким образом эта прививка у нас будет зимовать. Ну, недели через 2-3 ослабить необходимо обвязки, для того, чтобы, когда утолщается, в осеннее время, особенно интенсивно идет утолщение побегов, чтобы обвязка не мешала утолщению самих побегов, не врезалась в стволик. Вот таким образом оно у нас будет зимовать. Ну, а весной мы доснимем, как мы его обрежем, подформируем, ну и посмотрим, как оно прижилось, не прижилось. Уже к тому моменту у нас все будет видно. Вот. И тогда вам покажем. Успехов вам. Делайте сами. Это занятие интересное. Выращивать всякие вот такие интересные формы. Выращивайте. Делайте что-то самое интересное своими руками. До свидания. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok